С какой точностью может число быть приближено к рациональной тропе? Золотое сечение, то есть 1 плюс корень сети пополам, плохо приближается. Точнее говоря, если мы берем, фиксируем, любое число с больше корни из пяти, то вот такое вот неравенство имеет не более чем конечное множество решений в натуральных числах а и век. Доказать это очень легко. Смотрите, пусть есть какие-то натуральные числа а и b, c фиксированное число. Давайте то, что подмудрим, обозначим таким образом. Тета делить на b квадрат корней из пяти. Здесь, разумеется, чтобы было выполнено неравенство, нужно, чтобы тета было меньше, чем корень из пяти делить на с. Ну, собственно, то же самое, да? Когда вы сюда ставите корень из пяти, то сокращается, получается как раз лс. И мы знаем, что вот это число меньше единицы. Это некоторое конкретное число. Вот это, по-моему, должно быть меньше него, а оно меньше единицы. Замечательно. Это равенство очевидным образом можно переписать так. Просто-напросто отправив, умножив на b, и отправив корень из пяти пополам вправо. Возведем квадрат, тогда левая часть даст нам b квадрат разделить на 4 минус аb плюс а квадрат. Смотрите, что у нас получилось. В правой части тета квадрат разделить на 5b квадрат минус тета, это уходит на плюс тени вот этих вот, плюс 5b квадрат разделить на 4. Если мы перенесем 5b квадрат разделить на 4 влево, то получаем минус b квадрат минус аb плюс а квадрат. И здесь такая вот штучка. Тета квадрат разделить на 5b квадрат минус тета. Но теперь все очевидно. При больших b, вот это будет почти ноль. А число тета меньше единицы, причем отграничено от единицы величиной корень из пяти разделить на c. А это целое число, причем не ноль. Потому что если бы это был ноль для натуральной хайбы, то поделив на квадрат, вот решили квадратное равнение, и там корень из пяти не извлекается, там нет национальных решений. Вот, значит, модуль правой части должен быть не меньше единицы. Ну, ты знаешь, вот, либо говорим, лучше сказать, просто не строго, что при больших b это не бывает очевидно, мы должны то, что это стремится к нулю. Вот, либо я просто выписываю, в конце концов, что значит, что модуль числа не меньше единицы. Значит, там либо больше или равно единицы, либо меньше или равно минус единицы. Вот этот случай, он вообще странный, потому что вы тета переносите, и получается здесь тета минус один, которая меньше нуля, а здесь у вас что-то положительное, потому что это у нас больше нуля. Вот, а второй случай чуть сложнее, но не сильно, потому что, смотри, что у нас получилось. Тета квадрат делить на 5b квадрат больше или равно, чем единица плюс тета. Значит, b квадрат, если мы с вами сюда принимем, будет меньше или равно, чем тета квадрат делить на 5 умножить на 1 плюс 5. Не важно, что здесь написано. Важно, что мы получили оценку сверху на число b. Значит, множество таких чисел конечно. Теорема доказана.